Здравствуйте! Вы на канале Finishing Group и с вами я, Сергей Родионов. Сегодня будет видео по настройке факела. Что я хотел этим сказать? Люди покупают пистолет новый, открывают его, достают из коробки, заряжают краску, тестят и получают, возможно, гантель, возможно, какую-то еще другую форму факела. Очень часто звонят и говорят, что вот вы продали нам какой-то, может быть, плохой, дефектный пистолет, который, в общем-то, плохо красит этого, что купил, и получается вот такой вот результат. Но главная проблема в том, что пистолет надо грамотно настроить. Что я этим хочу сказать? Во-первых, все начинается с краски. То есть краска должна быть нормальной, определенной по ТДС вязкости. То есть она должна соответствовать ТДС, потому что, если вы, допустим, покупаете сегодня краску в одном месте, на одном подборе, это один бренд, возможно, на одной вязкости. Допустим, пошли завтра, вы купили другую краску, она другого бренда и другой вязкости. Это все будет влиять, опять же, на форму факела. Она гуще, где-то она жиже. Человек покупает, ну или, допустим, люди покупают пистолеты с разными воздушными головами. Соответственно, у разных воздушных голов разное внутреннее давление, давление разбиения. Соответственно, это также будет влиять на форму факела. Давление, понятно, что оно давление всегда стандартное. Ну, если мы не говорим, допустим, про голову, допустим, Девилбис 25 или 30, там 1,75 бара. Ну, в любом случае, в среднем, это 2 бара. То есть это не обсуждается, как бы мы за этим следим и всегда выставляем положенное давление. Но прежде, чем сделать тест, да, то есть вы отлеживаете вескость краски. То есть вескость краски должны, как я уже сказал, быть положены, да, соответственно, по ТТС. То есть размешали, отследили поиск азиметру, краска в порядке. Взяли пистолет, зарядили, пошли красить. Как правило, все откручивают настройки на максимум. То есть на максимум, соответственно, ширину факела, на максимум подачу. Это, с одной стороны, правильно, и с этого, скажем так, нужно начинать. То есть у нас сейчас открыто все на максимум. Мы пробуем. Как правило, на этом все заканчивается, да, то есть человек видит факел неровный, то есть где-то точка, соответственно, где-то пусто, где-то там что-то не долито еще. Вот. И сразу, соответственно, бегом бежит в компанию звонить, то есть у меня проблема, то есть что за ерунда. Как я уже сказал, дело в том, что давление разбиения у всех голов, оно разное. Соответственно, первое, что должны сделать после того, как привели краску в порядок, да, это шириной факела добиться максимально плотного факела, то есть по всей ширине. То есть сейчас мы это делаем. Ну вот сейчас мы привели факел в порядок, да, то есть вот это вот его хорошая рабочая, скажем так, ширина, то есть он у нас абсолютно ровный по всей ширине, да ну или высоте, как можно сказать. И только после этого, то есть убедившись, что у вас правильное давление, да, соответственно, и он плотный по всей ширине, вы можете сделать контрольный выкрас, уже судить как бы по пистолете, скажем так, о его работоспособности, да, соответственно, и по его факелу. Только в этом случае. Поэтому, повторимся еще раз, приводите краску в порядок на рабочей вязкости, по ТДСу, отстраивайте шириной факела его плотность по всей ширине, извиняюсь за тавтологию, смотрим на давление и делаем контрольный выстрел. Собственно говоря, на этом все. Все, всем спасибо, всем пока.